В Махачкале, 13.45, в студии Светлана Саид-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Сергей Меликов встретился с близкими дагестанских военнослужащих. До ее начала руководитель республики возложил цветы к портретам воинов. Ваши родные ушли из жизни, чтобы сдержать агрессию врагов в отношении всей нашей страны. В том числе и Дагестана, подчеркнул Сергей Меликов, обращаясь к родным военнослужащих. Ваши близкие, где бы, на каком бы участке фронта они не сражались, они действительно погибли, защищая нашу страну, так как это было 80 лет назад. Но при этом, как бы мои слова не прозвучали, я думаю, что вы их правильно восприметите. Жизнь продолжается, и все мы с вами должны жить, в том числе ради их памяти, и ради того, чтобы те хорошие, светлые намерения, которые они начинали в своей жизни, которые они продолжали до своей гибели, чтобы они обязательно воплощались в жизнь. В музее «Россия. Моя история» прошел показ фильма «Командир» о легендарном командире группы «Альфа» КГБ СССР Геннадий Зайцеви. Показ посетил глава республики Сергей Меликов. Он снят очень вовремя, в тот период, когда мы нуждаемся всех таких фильмов, которые по своему содержанию, по актерскому мастерству, по сюжету и по тем мыслям, которые возникают после просмотра этого фильма, нам сегодня очень нужны. Мы с вами живем в непростое время. Мы с вами на сегодняшний день, наверное, сами себе иногда задаем вопросы, почему происходит то, что происходит сейчас в мире. И не всегда находим ответ на наши вопросы. Вот этот фильм, я безусловно не буду пересказывать содержание, он дает нам ответ на многие вопросы. Напомним, именно глава республики стал инициатором показа фильма в Дагестане. По его приглашению посетила регион и съемочная группа картины. В ближайшие дни пройдет еще несколько показов, один из которых для участников СВО, ветеранов боевых действий, в том числе событий 1999 года, 25-летия которых будут масштабно отмечать в этом году, и членов молодежных общественных организаций. Накануне в Каспийске на стадионе Анжиа-Арена стартовала 24-я российская выставка племенных овец и коз. В ней принимают участие более 60 ведущих хозяйств по разведению овец и коз и сельхозтоваропроизводителей коммерческого поголовья из 24 регионов России, которые представляют более 400 племенных животных. Впервые приехали и животноводы из новых российских территорий. Джамиль Салимов оценил масштаб мероприятия. Выставка вызвала большой интерес у специалистов на открытии мероприятия. Абдулмуслим Абдулмуслимов зачитал приветственный адрес участникам от главы республики Сергея Меликова. Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов, выступивший следом, отметил положительные результаты, достигнутые прошлогодней выставкой. И могу четко сказать, что сегодня на три дня Дагестан стал животноводческой столицей Российской Федерации. И на мой взгляд, это абсолютно по праву, потому что здесь нам есть что показать. Нам есть о чем поговорить. В работе выставки принимают участие и хозяйства, которые не привезли в Дагестан своих овец и коз. Александр Савин, предприниматель из Воронежа, приехал присмотреться. Он занимается разведением овец породы дорпер. Решил для начала ознакомиться с коллегами из регионов и перенять их опыт. Очень круто, можно сказать. Подход здесь профессиональный к делу, то есть развлечения, породы и подход вообще профессионализма к животноводству в России, то есть он растет. То есть прям видно, что у людей есть интерес в разведении пород. То есть это, я думаю, в ближайшее время будет результат. Дорперы широко представлены на выставке в Каспийске, но малопригодны для разведения в Дагестане. Эта грубошерстная порода относится к мясным. У нее низкий процент настрига шерсти и слабые физические данные, что очень важно в дагестанских реалиях. Уникальные почвенно-климатические условия издревле заставляли наших чабанов перегонять свои стада весной в горы, зимой на равнину. Чтобы избежать больших потерь при тяжелом переходе, все эти годы велась работа над улучшением самой породы. В 30-х годах прошлого века советскими учеными была выведена новая дагестанская горная порода овец. Вот именно на примере этих выставок в нашей республике в последние годы возродилось проведение селекционной горной породы, и наша дагестанская горная порода была улучшена использованием баранов в российском рискном переносе, которая выведена нашим рядом с Таурганским краем. В работе выставки принимают участие не только животноводы, но и предприятия, занимающиеся переработкой их продукции. Зураб Рамазанов производит колбасы. Мы практически не используем консерванты, и срок хранения готовой продукции небольшой, говорит он. Малые объемы производства не позволяют выйти на розничные сети. Почти весь товар расходится по предприятиям общепита. Мы стараемся еще развиваться, но так как малое предприятие, мы вот так выступаем на выставках, хотим, чтобы нас заметили, узнали и помогли. Можем заявить о себе, тем самым попробовать выйти на всероссийский рынок. Узлепат Расулова руководит молочной фермой. На определенном этапе было принято решение о необходимости дальнейшей переработки своей продукции, с которой не стыдно выйти и в розничные сети. Мы выставляем продукцию, молочную, сметану, творог, сливочное масло, натуральное чистое шоколадное масло. Все это вы производите сами? Мы сами производим, чисто экологическая, натуральная продукция. У нас своя ферма, от и до весь контроль наш. То есть стопроцентно отвечаем за свою продукцию. Изурап Рамазанов и Узлепат Расулова отмечают, что подобные выставки помогают мелким производителям и переработчикам Дагестана быстрее найти путь к прилавкам магазинов и рынков. Помогают обеспечить столы дагестанцев нашими экологически чистыми продуктами. Кстати, каждый дагестанец до вечера субботы может посетить Анжи-Арену и приобрести подобные товары, и полюбоваться овцами и козами самых разных пород. Накануне на железнодорожном вокзале Махачкалы проводили домой детей из Белгородской области, которые находились в нашей республике на оздоровительном отдыхе. Среди провожающих и министр образования региона Яхья Бучаев. Чем запомнилась школьникам поездка в Дагестан в репортаже Патимат Сулеймановой. Почти два месяца назад они приехали в Дагестан в ожидании тишины и необходимого отдыха. У вас тут самолеты летают, а у нас только ракеты. Делились, сойдя с вагона, гости из Белгородщины. Республика, как и принята на Кавказе, встретила гостей тепло и радушно. Более 500 детей были размещены в детских лагерях и интернатах. Замечательно нас встретили, замечательно мы гостили, нас угощали, очень вкусно кормили. Все были очень-очень заботливыми, и нам очень даже не хотелось уезжать со слезами. Мы ходили на разные мероприятия, интересно. Мне очень понравилось солнечное береги и просто лучший лагерь, в котором я была. Позади 50 дней незабываемого отдыха и ярких впечатлений. Гости из Белгородской области познакомились с богатой историей Южного региона и его самобытным колоритом. Ребята побывали в древнем Дербенте и на Сулакском каньоне. Посетили театры, музеи и библиотеки. Поучаствовали в выставках, концертах и спортивных фестивалях. Но самое главное, они обрели новых друзей, с которыми не прощаются, а говорят «до свидания». Все, давайте, давайте, садитесь. Давайте я к вам домой поеду. Домой к вам поеду, я останусь тут, я не поеду в Белгород. Я стану гориной Дагестанкой. Впечатление очень хорошее, это просто лучшая республика, в которой я побывала. Очень хорошие люди, добрые. Мне очень понравилось. И вообще, все супер. Грустно уезжать отсюда. Я в Белгород леду. Я буду ждать вас. Миша, помещаю всех вас. А я буду. Кроме насыщенной культурной программы, для гостей был организован и образовательный процесс. Все ребята школьного возраста успешно закончили четвертую четверть. Атмосфера была очень хорошая. И вот сегодня мы видим, дети очень расстроенные, когда уезжают со слезами на глазах. Но мы ждем их опять к нам в гости. Более ста белгородских детей продолжат свой отдых в Дагестане. На летние каникулы готовы принять еще ребят, отмечают в руководстве республики. А пока поезд трогается в направлении дома, юные гости дагестанской земли не сдерживают слез. Они обещают обязательно вернуться туда, где обрели радость и покой. В преддверии Международного дня защиты детей в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану стартовала ежегодная акция «Судебные приставы детям». Ее цель – повышение эффективности взыскания алиментных платежей. В рамках акции судебные приставы активизируют работу по посещению мест жительства граждан, уклоняющихся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Кроме того, будет проверена дисциплина работодателей по своевременному и правильному перечислению денежных средств на уплату алиментов. Также усилена работа со злостными неплательщиками алиментов. Напомним, на сегодня в подразделениях Республиканского управления судебных приставов на исполнении находится свыше 7 тысяч дел о взыскании алиментов. Общая сумма задолженности по ним – более 1 миллиарда рублей. Правильная организация дорожного движения с безусловным соблюдением установленных правил – среда, в которой должны быть сведены к минимуму любые аварийные и экстренные ситуации. Но, как показывает статистика, предпринимаемые усилия не всегда могут предотвратить ДТП. И Дагестан в последнее время в лидерах по смертности в результате аварии. Эти и другие вопросы обсудили на заседании Правительственной комиссии Республики по обеспечению безопасности дорожного движения. Тему продолжит Карим Гамаев. Крылатое выражение о ситуации на дорогах России, озвученное сатириком Задорным в 1988 году, сразу же прижилось в народе. Доказательством тому служила высокая аварийность на магистралях страны. С недавних пор в лидерах по смертности в результате ДТП находится и наша республика. Очередная тревожная информация поступила прямо в ходе заседания комиссии. Сбил женщину с двумя детьми 11 лет. И как я сейчас по оперативной информации понимаю, это двойняшка. Значит, по последствиям дети тяжелые, судя по первичной информации Минздрава. Действительно, статистика ДТП и смертности на дорогах республики растет. Только за пять месяцев 2024 года произошло 445 аварий, в которых погибли 92 человека. Девять из них дети, еще 624 получили различные травмы. Одна из главных проблем, как считают участники заседания, это несоблюдение правил водителями. Везде надо вести разъяснительную работу, профилактическую, предупредительную. Вы меня простите, есть такое изречение, лучше быть 12 дома, чем был 12 морда. Подтверждают слова премьер-министра и количество составленных административных материалов. С января по апрель текущего года 1 миллион 129 тысяч. Из них 700 тысяч за превышение скорости и 12 тысяч за выезд на полосу встречного движения. Показатели смертности за января апрель текущего года. При планируемом уровне не более 61 человека фактически погибло 97. Наказание рублем это пока что единственный фактор, который хоть как-то влияет на манеру вождения местных автомобилистов. Так, количество злостных неплательщиков штрафов с 1672 на декабрь прошлого года снизилось до 777 в году нынешнем. Помимо приобретения и установки дополнительных средств фото и видео фиксации нарушений на дорогах республики проводятся и другие мероприятия для снижения аварийности. Заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности на дорогах это не просто обсуждение насущных проблем и пути их решения. Главная цель принятия действенных мер, которые повлияют на ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин